Привет, друзья! Любовь Успенская, советская и российская певица, известная исполнением песен в жанрах русского шансона и городского романца, и неоднократными победами на музыкальные премии шансон года. О любови можно снять сериал или написать роман, настолько богато крутыми поворотами судьбы ее интересная жизнь. Бурный роман из-за мужества, предательства, приключения, счастья и страдания – было все. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Любовь Успенская и сколько она зарабатывает. Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Семья будущей певицы была весьма зажиточной. Мать будущей исполнительницы Елена Чайка умерла рано. Все детство Любовь провела с отцом и бабушкой. Бабушка заменила будущей певицей мать. Девочка даже называла ее мамой и очень злилась, когда отец, Залман, тоже называл ее бабушку своей мамой. Люба с детства пела просто изумительно, поэтому она поняла, что сумеет заработать на этом. Уже в 16 она убежала из дома и отправилась в курортный Кисловодск, где пела в ресторанах и была очень популярной. Успенская была настолько высокооплачиваемой певицей, что даже не приняла предложение Укрконцерта, куда ей предлагали поступить, чтобы не потерять гонорары. Уже в 17 девушка оказалась в Ереване. Дело было в том, Люба врала в училище о том, что она сломала руку и не может учиться. Девушка не стала каяться в ответ на претензии папы, а заявила, что все сможет решить сама. Поэтому отец выставил ее из дома на вольные хлеба. Залман надеялся, что непокорная доченька возвратится домой. Успенская не только стала неплохо зарабатывать, но и обрела невероятную популярность, поскольку в ресторан теперь шли не покушать, а послушать песни в исполнении молоденькой красотки. Кстати, вскоре отец простил Любу и перебрался в Америку к сыну и дочери, а потом послал вызов на выезд самой старшей дочке. Целых три года после того, как были поданы документы на выезды страны в Канаду, женщина подвергалась нападкам и унижениям со стороны КГБ. При этом Успенскую лишили советского гражданства, а только потом выпустили из страны, но только в США, где у нее было больше перспектив в развитии. Из-за того, что девушка была весьма свободолюбивой, она постоянно попадала в неприятные ситуации. Она трижды попадала в тюрьму. Впервые Люба попала за решетку в США, когда ехала по шоссе на большой скорости, намереваясь уйти от преследования полиции. Позднее Успенская была в местах лишения свободы бесчисленное множество раз, но только в составе группы артистов, выступающих перед заключенными. После переезда в США в 1978 году Успенская стала петь в ресторанах Садко и Арбат, записывать первые альбомы при поддержке Михаила Швутинского. Личная жизнь Любови Успенской всегда была бурной и невероятно яркой, поскольку вокруг сильные женщины всегда собирали столбу поклонников. Стоит отметить, что Люба – женщина скрытная, она не спешит раскрывать свои тайны. Лишь однажды роковая красавица рассказала о том, что она по уши влюбилась, когда ей исполнилось 16 лет. Люба начала убегать из дома и не слушала уговоров родных и подруг. Ее отношения на то время были невероятным позором, поскольку избранник, будучи певицей, был счастливо женат, да еще и старше девочки на целых 14 лет. Взрослый мужчина не страдал высокими моральными принципами, поэтому бросил девочку, когда узнал о ее беременности. Люба боялась рассказать об этом родителям, поэтому аборт был сделан на позднем сроке. Говорили о том, что Успенская встречалась с Михаилом Швутинским, а сама была по уши влюблена в самого Вилли Токарева, который пел тогда в Нью-Йоркском кафе. Шансонье считал Любу подругой, а на ее день рождения не пришел, прислав куклу с запиской со стихами. Мало кто знает, но свою знаменитую песню «Люба-любонька» мэтр написал именно для Успенской в день ее рождения. Будучи несовершеннолетней девушкой, Люба выходит замуж за известного в больших кругах музыканта Виктора Шумиловича. Как вспоминает Виктор, он влюбился в Любочку с первого взгляда. Счастливая пара очень обрадовалась новостью о беременности Любы. К тому же было известно, что у Любы должны родиться близнецы. Но на седьмом месяце с любовью случился несчастный случай, из-за которого врачи вызывали преждевременные роды. У молодой пары случилась страшная трагедия. Умирают их новорожденные дети-близнецы. Брак Любови Виктора Шумиловича вскоре распадается. Спустя некоторое время придя в себя после трагедии, Любовь встречает нового мужчину – Юрия Успенского. Так же, как и предыдущий муж, Юрий был музыкантом. Благодаря общим интересам ему удалось завладеть вниманием Любы. И вот через несколько месяцев новоиспеченная пара узаканивает свои отношения. Но они совершают большую ошибку – перебираются в Соединенные Штаты Америки. Новая обстановка и новые знакомства поспособствовали распаду этого брака. После расторжения союза певица оставила себе знаменитую фамилию и навсегда осталась королевой русского шансона – Успенской. Именно в США Любовь Успенская повстречала своего давнего друга Владимира Лисицу. Роман между ними быстро перерос законные отношения. Именно Владимир стал продюсером становившейся звезды. Он кардинально поменял ее имидж, создал для певицы новый образ. Но очередной раз брак оказывается недолгим. Четвертый по счету и последний брак Любови Успенской можно назвать самым счастливым. Сердце женщины завоевал некогда успешный бизнесмен Александр Плаксин. В одном из интервью Любовь с трепетом вспоминает рыцарский жест своего избранника. На следующий день после знакомства Александр преподнес мне в подарок белейший кабриолет. Вспоминает Успенская. Но самым значимым событием во время брака в жизни певицы является рождение долгожданной дочери Татьяны. В начале 2020 года у певицы произошел скандал с единственной дочерью Татьяной. Напомним, Татьяна Плаксина обвинила свою мать в безжалостном деспотизме. В эфире программы «Звезды сошлись» Татьяна рассказала, как артистка сначала упекла ее в сербскую психушку, а после набросилась на нее в собственном доме и начала душить. Между тем звезда шансона полагает, что дочь против нее мог настроить ее собственный муж – Александр. Оказывается, что в последнее время у Любы Александра не все гладко в отношениях, и они уже не живут вместе. Успенская живет, как и подобает ее статусу – королева шансона в роскошном доме, который расположен в Подмосковье. Новый особняк Любы поражает своим размахом и роскошью. 16 комнат, 8 санузлов, бассейн и даже отдельная комната для любимой собачки. Любовь Успенская считает свою спальню главным местом в доме, поэтому к ее оборудованию она подошла максимально внимательно. Первое, что сразу бросается в глаза – это необычный пол, отделанный натуральной кожей светлого оттенка. Пройдя по уникальному полу, можно попасть в просторную гардеробную. Здесь ожидают своего часа концертные костюмы от именитых дизайнеров и повседневной одежды любови. Более чем просторное кухонное помещение оборудовано по последнему слову техники. В центре находится сверкающая блеском от шлифованной стали профессиональная плита. В ней есть все, о чем мечтает любая хозяйка. Большая варочная панель, два духовых шкафа, шкаф-гриль и даже пароварка. Практически вся бытовая техника в доме прибыла из Германии. Исключение – холодильник, он североамериканский. Дочь Успенской – ценитель минимализма в интерьере помещений, поэтому ее спальня обставлена минимальным числом мебели. Рядом с окном – коврик для йоги, буддийская статуэтка и там-там. Возле другой стены – шкаф с книгами. На верхние этажи ведет белоснежная лестница из мрамора. Любовь самостоятельно выбирала камень, как и другие материалы для отделки дворца. Многие предметы интерьера она покупала во время своих путешествий и гастролей по миру. Здесь Любовь Успенская, вопреки общественному мнению, оборудовала бассейн. Элегантное оформление помещения и прозрачная подогреваемая вода позволяют отвлечься от трудовых будней и полностью насладиться плаванием. Певица очень любит свой кабриолет за комфорт, безопасность и легкое управление. Салон Mercedes-Benz E-класс – просторный, отделан дорогими материалами – кожей, мягким пластиком и карбоном. Стоимость авто – 3 миллиона 700 тысяч рублей. Второй автомобиль певицы – роскошный Rolls-Royce Phantom. Отделка роскошного и комфортного салона, исключительно из дорогих материалов, которые поражают воображение. Стоимость лакшерного авто – 30 миллионов рублей. Корпоратив от Любы Успенской обойдется заказчику в сумму от 1 миллиона 400 тысяч рублей. Солидные деньги, учитывая, что народная любовь к певице велика и обожающий ее контингент имеет деньги. На концертах, которые активно дает Успенская, певица тоже зарабатывает достаточно. Она получает от миллиона рублей за одно выступление. Сумма, кстати, минимальная. Успенская живет хорошо, позволяет себе дорогую пластику и путешествия. Любовь Успенская старается идти в ногу со временем. Имеет свои странички в Instagram, Facebook и Twitter, а также канал на YouTube. Любовь теперь записывает видео поздравления за деньги. За каждое такое поздравление Любовь зарабатывает по 30 тысяч рублей. Среди звезд российской эстрады много тех, кто регулярно дает благотворительные концерты и выделяет крупные суммы денег для помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Зачастую о добрых делах они не распространяются, предпочитая молча участвовать в судьбе нуждающихся. Так, Любовь Успенская пожертвовала онкоцентру полмиллиона рублей. Артистка помогла раковым больным. Больница до сих пор благодарит Любовь за внимание и участие. Сама любимица миллионов не хочет это афишировать, предпочитая заниматься добрыми делами молча. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!